Читали ли вы Конституцию нашу? Когда-то читала. А что-то запомнилось? Не могу сказать, что я запомнила. А вы читали? Тут Библию некогда прочитали. Я же юрист, я постоянно читаю. Но она, в принципе, неплохая. Получием была Брежневская. Потому что я один раз просто взял, нечаянно прочитал кодекс ГК РСФСР. Я ужаснулся. Человек имеет только одно жилье, а второе он должен был взять и продать, либо отдать. Получается, что основной закон государства знают лишь те, кто с ним работает. Между тем, Конституции в современном виде исполнилось уже 19 лет. Сегодня мы поинтересовались у ее ровесников, насколько комфортно им живется в новой стране. И совершенен ли, на их взгляд, этот документ. Студенты юридического факультета УГУ – люди, знающие. Уже не первый год изучают основной закон государства. Что интересно, пятикурсники в основном считают закон совершенным. Те, кто пока на втором, говорят о недочетах. Наша Конституция содержит ряд статей, которые относятся и к правам, и к обязанностям граждан РФ. Поэтому с точки зрения демократичности и соблюдения прав и свобод, наша Конституция – одна из самых лучших в мире. Современная Конституция разрабатывалась на протяжении трех лет. Привлекались лучшие отечественные и иностранные специалисты. За основу брали опыт ведущих стран. 12 декабря 1993 года она была принята. Сегодня основному закону исполнилось уже 19 лет. Ее ровесники признаются – документ хороший, но доработки все-таки нужны. Право на охрану труда у нас просто написано в Конституции, но не реализуется на практике. Мы не имеем полной защиты на производстве, потому что идет давление от работодателя. Подпишитесь, согласитесь с тем, что вы и сами виноваты в данном случившемся. Там говорится, что президент не относится ни к одной из ветвей власти. То есть является неким большинством, летающим над всеми тремя властями. Причем он обладает широкими полномочиями и сфере законодательства, и сфере исполнительной власти. Поэтому я считаю, что нужно вносить некоторые изменения в Конституцию. Но наша Конституция является одной из самых жестких по внесению поправок в нее. Нужны ли поправки в Конституцию? Вопрос, о котором спорят уже на протяжении многих лет. Сегодня глава государства во время своего послания также не внес ясность. Но, как сказали на юрфаке ВГУ, в наших силах. Каждый из нас может открыть Конституцию и как минимум прочитать главу вторую, для того, чтобы знать, в чем заключается основа твоего правового статуса. Давайте начинайте с себя. Если мы это начнем делать, будет формироваться как раз то самое гражданское общество, о котором очень много говорится. и которое должно строиться, как мне кажется, не только со знаком минус, от того, что у нас тут не так делается, там не то происходит, что-то кто-то не выполняет, а со знаком плюс.